МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет на следующий год увеличен на 3 миллиарда сомании. В то время как власти Таджикистана не могут выполнить 10-месячный бюджет 2015 года. По официальным сведениям, бюджет за этот период недополучил свыше 60 миллионов долларов. Заработная плата и пенсии так и не были увеличены в сентябре текущего года, как это планировалось, на 15-20%. Мансур Акбаров, независимый таджикский эксперт в области экономики, считает, что в ежегодной разработке проекта госбюджета не отображена реальная экономическая ситуация в стране. Президент Эмамали Рахмон в ежегодном послании к парламенту сказал, что намерен потратить свыше 1 миллиарда соманий для повышения зарплаты в сентябре текущего года. Однако при заключении 9-месячной работы властей было сказано, что бюджет страны за этот период недополучил 391 миллион соманий. Это значит, что власть не может повысить зарплату. Но можно было, к примеру, поднять хотя бы на 5%. Но зарплату не только не подняли, но и отложили этот вопрос на неопределенное время. Когда говорят, что для поднятия зарплаты надо потратить 1 миллиард соманий, но есть нехватка в размере 300 миллионов соманий, тут появляются сомнения по поводу точности и правильности цифр бюджета. Эксперт в области экономики Фархот Джумаев утверждает, что в законе о госбюджете есть несколько спорных вопросов. Один из них – это неправильный прогноз курса местной валюты по отношению к доллару. Сейчас курс соманий по отношению к американскому доллару превышает 7 соманий за доллар. При таком раскладе, как мы можем верить в правильность показателя бюджета, говорит эксперт. Я думаю, падение курса местной валюты по отношению к международной валюте в будущем году продолжится. Доллар повысится. Специальные органы подсчитали, что курс валюты снижается, сбор налогов повышается. Соманий обесценился по отношению к доллару и на сегодняшний день составляет 720 соманий за 100 долларов. Может быть, в будущем году достигнет 10 соманий за 1 доллар. Бюджет можно выполнить за счет строительства новых промышленных предприятий, обеспечения инвестиционного климата страны, свободы предпринимательской деятельности и прозрачности работы фискальных служб. Так считает Шамсиддин Джалолов, представитель экономического и демографического исследовательского центра Академии наук Республики Таджикистан. Если брать во внимание новые промышленные предприятия, то проблем с исполнением бюджета не должно быть. В основном в Сахдийской области появились новые предприятия. Появились совместные предприятия. Есть еще и большие предприятия, такие как цементный завод и его филиал в Худжанди. Другая сторона – это рынок ценных бумаг, открытие которого подписал президент страны. Если его поставить на правильное русло, то можно привлечь инвесторов из-за рубежа. Пока ценные бумаги относятся к Рагунской ГЭС. Это те пункты, которые могут пополнить бюджет Таджикистана. Эксперт Фархот Джумаев недоволен распределением бюджета в различные отрасли народного хозяйства, он назвал нереальными словами министра торговли республики о том, что бюджет имеет социальную направленность, в то время как национальная валюта сама не падает, цены на продукты первой необходимости повышаются ежедневно, а власть не может повысить зарплату и пенсию гражданам. Такая ситуация может привести к недовольству народа и социальному взрыву. Уступки и льготы для некоторых предприятий, которые были даны в текущем году, стали причиной недобора госбюджета. По подсчетам экспертов, в текущем году за счет освобождения от налогов и таможенных пошлин в государственный фонд не вошло около 20 миллионов долларов. Известно, что за такими предприятиями и предпринимателями стоят высокопоставленные чиновники. Новый бюджет предполагает меры экономии, и они будут довольно серьезные. Проект предполагает урезание расходов на социальное обеспечение, в том числе на пенсии, социальные выплаты и здравоохранение. Пострадают также наукоемкие отрасли экономики и имиджевые проекты. Кроме того, Таджикистан сильно зависит от денежных переводов мигрантов из России. Россия также борется с экономическим кризисом, связанным с внедрением санкций со стороны европейских стран. Вряд ли Россия в ближайшие два года сможет выйти из кризисного положения, а это значит, что экономическая ситуация в Таджикистане будет оставаться сложной. Репортаж подготовил Ромиш Ромин Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете. www.iwpr.net или www.kabar.asia А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadjikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова